Запускаем регрессию. Прежде всего, смотрим на табличку ANOVA, то есть дисперсионный анализ. Эта табличка показывает нам, какой процент общей вариации, вот общая вариация, объяснён моделью, то есть преобразован в межгрупповую вариацию, а какой не объяснён, то есть остался внутри групп, внутригрупповая вариация. Подробнее об этом можете посмотреть в разделе сайта дисперсионный анализ в пункте внутригрупповая и межгрупповая вариации. Итак, в идеале здесь должно быть больше, здесь 0 здесь должно быть в идеале. Но, к сожалению, не так. У нас больше residual, чем regression. Значит, скорее всего, наш R-квадрат меньше 0,5. Тем не менее, разница в условных средних или в групповых средних статистически значима, потому что нулевая гипотеза состоит в том, что средние и внутригрупповые равны. Отвергается нулевая гипотеза, значит, они не равны. Смотрим на R-квадрат. R-квадрат на последнем шаге, 19-м, то есть отсеяно 18 предикторов. Вот на последнем шаге R-квадрат близок 0,5, но, к сожалению, не достигает 0,5. 0,5 – это пограничное значение R-квадрата, ниже которого модель считается неудовлетворительной, потому что R-квадрат означает прогностическую способность модели. Если выше 0,5, значит, у вас будет больше правильных прогнозов, чем неправильных. Если меньше, значит, наоборот. У нас будет 43,5% правильных прогнозов. Это неудовлетворительное качество модели. Тем не менее, поскольку в данном случае мы рассматриваем базу линейной регрессии, мы остановимся на этой модели и больше не будем принимать никаких преобразований. Если же вы хотите свою модель довести до R-квадрата приемлемого или даже отличного R-квадрата, вы сможете воспользоваться регрессией с фильтром, о чем я уже говорил. Дальше смотрим частные качества модели. Это все было общее качество модели, ANOVA и R-квадрат. Частное качество модели – это значимость предикторов. Мы настроили работу Backward, чтобы он оставил только значимые предикторы. Вот перечень этих значимых предикторов. Перенесем их в Excel для более удобной работы с ними. Опять же, нас интересует 19-й шаг, поэтому я оставил только 19-й шаг, 19-ю модель. Все предикторы имеют отличный significance. Посмотрим на то, как они влияют на зависимую переменную. Чтобы удобнее было воспринимать порядок их влияния, отсортировать их влияние.